Открытый турнир памяти Сергея Кузнецова в Видном проводится ежегодно и собирает любителей шахмат не только из нашего города, но и соседних Ступина и Домодедова. А в нынешнем году шахматистам присоединились еще и шашисты, значительно увеличив число участников. Сегодня у ребят появилась возможность встретиться на турнире, посвященному Дню города. Столы выставлены на 90 участников, где-то 50-60 участников на шахматы, 30 на шашки. Первое испытание – стоять очередь на регистрацию. Восьмилетний Саша Рогов, чтобы не скучать, собирает кубик Рубика. Кстати, тоже полезно для ума. Хотя шахматы, говорит мальчик, интереснее. Я ему уже 4 года занимаюсь. Часто выигрываешь? Да. А когда проигрываешь, что чувствуешь? Это нечего. Не расстраиваешься, нечего. Гости соседнего Домодедова Радик Сулейманов признается соревнование для шахматиста, как рыбалка для рыбака. Игра – это спорт, стремление победить, свои умственные способности реализовать. Еще до объявления жеребьевки и начала турнира многие решили размяться. Виктор Сиваков – один из организаторов этого спортивного праздника и судья, сразился в быстрые шахматы с домодедовским блогером Ильей Николаевым. Лично я играю в основном в интернете. Ну вот, выбрался, довелось, пока учебный год только начался. В выходной день, в воскресенье, приехал подвигать вживую, прям шикарно. Петр Балглей – единственный из присутствующих, кто еще в детстве обучался шахматам у Сергея Львовича Кузнецова. Благодаря наставнику, говорит, полюбил шахматы на всю жизнь. Впрочем, как и многие из тех, кто тренировался у Кузнецова. Этот человек был предан шахматам, то есть он их любил, и он жил шахматами всю свою жизнь, сколько я его знал. То есть он всегда этим занимался. Ну, чтобы получить мастера спорта СССР, это было очень сложно, это очень было большое достижение. И в свое время на международном уровне считалось, что мастер спорта СССР сильнее любого западного гроссмейстера. Но вот дан старт соревнованиям, и участники турнира сосредоточились на своих досках. Быстрые шахматы и шашки – это стратегическое и критическое мышление, логическая оценка предложенных обстоятельств. Все как в обычных, но только гораздо быстрее. Первые, прошедшие в следующий этап, были отмечены уже через несколько минут. И юные спортсмены не отставали от взрослых. По мнению Виктора Сивакова, в этот интеллектуальный спорт лучше отдавать с четырех лет. И тогда совсем скоро можно ожидать первых серьезных результатов. Так, в рамках мероприятия троим юным шашистам вручили зачетные квалификационные книжки с присвоением спортивных разрядов. Поздравляю тебя! А в конце турнира победителям были вручены награды, кубки и дипломы. Поздравляем! Татьяна Бролова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.